Добрый вечер дорогие друзья! На календаре 12 августа на часах в Якутске 19.15 еженедельный пятничный выпуск «Арена событий», посвященный обзору прессы, мне сегодня поможет провести Александр Прокопьев, главный редактор газеты «Эхо-столица». Александр Вячеславович, рад приветствовать вас. Добрый день. Александр, давайте приступим сразу. Сразу газета «Якутия», 11 августа, вчерашний выпуск, на шестой странице публикует материал «Зачем якутянам схемы?». Такой развернутый достаточно, и мы с вами сейчас ему посвятим, ну, постараемся достаточно много времени. Уже 10 лет мы живем, реализуя схему 2020. Но в этот раз хотелось бы заострить внимание, пишет газета, не на макроэкономических показателях схемы, а на том, что она дала непосредственно якутянам. Виталий Андреанов, автор статьи, корреспондент газеты «Якутия». Когда на очередном отчете правительства или по какому-то другому поводу вы слышите о росте валу регионального продукта, об увеличении собственных бюджетных доходов и прочей макроэкономической данной, об инвестициях, например, могу добавить. Можете смело связывать их напрямую со строительством школ, спорткомплексов, дорог. И, кстати, о дорогах продолжает автор. С одной стороны, есть отчетный показатель. За период с 2007 по 2015 годы введено почти 900 километров. Дорог общего пользования. А с другой есть личные 900. А с другой есть личные ощущения. И приводит в пример автотрассу Лена, которую теперь смело можно назвать именно дорогой, а не сложным направлением. Или дорогой смерти, как ее называли тоже. Как выражались водители раньше. И то же самое можно сказать и про колымские прижимы. Что ближе вам в этом материале? Вообще, конечно, все-таки цифры, которые приводятся в этом материале, они, в общем-то, говорят о результатах утвержденной схемы, которой как раз сам материал. Ну вот возьмем, к примеру, доли занятых в малом бизнесе. О том, что доля занятых в малом бизнесе возросла более чем в три раза. Доля охвата населения услугами МФЦ уже достигает 100%. Это достаточно важно, чтобы работа с документами была возможна в шаговой доступности для любого человека. Ну и оперативнее все это было, конечно же. Да. Очень важные показатели, конечно, это строительство школ. Более 100 построено. Вот построено 144 детских сада. И вот эти результаты дали возможность снять напряженность, например... С очередностью. Да, с очередностью детские сада. И теперь уже можно говорить о повышении качества непосредственно услуг, чтобы можно было выбрать более удобный детский сад. Ну и о шаговой доступности. О том, чтобы детский сад был непосредственно в том районе, в котором проживает ребенок. То есть доступность, такая просто вот доступность в сам детский сад сменяется шаговой доступностью. Хорошо. Ну это правда, действительно. Там же, по-моему, написано об учреждениях здравоохранения. Да, более 80 учреждений здравоохранения. Это достаточно весомая сумма, я считаю. Число, я считаю. Потому что 80, если поделить на все муниципальные образования республики, это получается более чем по два на каждое. Да. И при этом мы можем говорить, что это не только могут быть такие учреждения здравоохранения. Городские какие-то еще. И такие, которые, да, не только городские, но и те, которые в первую очередь направлены на профилактику заболеваний. И согласитесь, что... И куда съезжаются люди со всей республики. Да, и согласитесь, что не только поправлять здоровье важно, но и о том, чтобы снизить вообще заболеваемость жителей нашей республики. Ну, конечно. Вот, допустим, у нас много говорят о профилактике правонарушений. И, кстати говоря, могу вам заметить, что в два раза снизилось количество зарегистрированных преступлений, а раскрываемость увеличилась с 44 до 72%. Это, опять же, вот в той самой статистике, которую приводит автор статьи. Что еще важно? Какие еще примеры? Плотность пользования сетью интернет увеличилась в 2,3 раза. И, как мы все знаем, это вот совсем недавно было. Оптоволокно дошло до Мирного и пойдет еще дальше. На что еще вот я там обратил внимание? Республика первый и пока единственный регион, где согласно разработанной и реализуемой концепции размер минимальной оплаты труда, именно минимальной, в бюджетной сфере доведен до уровня прожиточного минимума, который рассчитывается из реальной стоимости потребительской корзины. Это тоже возможности, которые дала схема 2020-2020. Ну, он, кстати, в 2 раза превышает федеральный показатель. Ну, на минуточку так, да. Хорошо. А вы знаете, лирическое отступление такое, Александр. Я в сегодняшнем номере «Новой газеты» прочитал материал, который заглавлен путешествие из Омска в Томск. Ну, такой срез в том числе и политической карты Западной Сибири. Но все это происходит на фоне зарисовок этих двух городов. И я вам честно могу сказать, что жители города Якутска могут, правда, гордиться своим городом по отношению с описываемыми Омском и Томском. Ну, вот здесь я, кстати, добавил бы, что город Якутск не совсем так уступает другим городам, даже таким крупным, как Новосибирск, например. Скажем, я, как человек, передвигающийся на инвалидной коляске, в первую очередь обращаю внимание в любом городе, это именно физическая доступность объектов. И в первую очередь тротуаров, например, по которым вообще можно попасть куда-либо. Так вот, в Новосибирске, честно сказать, я был больше разочарован. Конечно, в Якутске, сам Якутск еще очень далек от идеала, скажем, да. Но все-таки у нас, мы можем быть даже примером относительно некоторых двух городов. Возможностей больше, чем в Новосибирске, вы хотите сказать, да? Да. Ну, нет, скорее развивается быстрее, нежели, например, тот же Новосибирск. Новосибирск, заметим на минуточку, третий город по величине в Российской Федерации. Давайте к следующему материалу перейдем. Эхо столицы, ваше издание, страница 10, день открытых дверей по Дальневосточному гектару. Единственное, что я могу, вот предваряю просто, этот же анонс, о котором вы сейчас скажете, размещенный в Якутске вечернем, прямо на первой полосе, и называется он «Вопрос по гектару? Приходи». Куда приходи, Александр? Ну, здесь, в общем-то, у нас выделено жирным шрифтом анонс этот. Мне кажется, этот анонс заинтересует всех жителей республики. В общем-то, он даже не только жители республики, наверное, заинтересует, но и всех жителей страны. И это обсуждение будет происходить в здании окружной администрации, в актовом зале, на втором этаже. И, в общем-то, можно сказать о том, что специалисты расскажут вообще о сути самого проекта. Дальневосточного гектара. Да, дальневосточного гектара. Ну и напомним, что помимо того, что существует федеральный закон, разрабатывается также республиканский закон, по которому могут быть выделены дополнительные 2,5 гектара для физических лиц. И, может быть, даже до 20 гектаров по инициативе главы ГУТИ. Для животноводов. Идет речь об этом, да. Хорошо, значит, проанонсировали важное событие. Скажем, что приглашаются туда все желающие. Еще раз. 20 августа с 10 до 13. Это будет суббота. Газета «Забота Арчи». Страница первая. О жилье называется «Материал для учителей и врачей». Издание ознакомит читателей с решением правительства Якутии о продлении программы обеспечения жильем учителей и медицинских работников до 2019 года. На очередном заседании Кабинета министров Галина Данчикова подчеркнула важность обеспечения жильем педагогических работников сельских школ и врачей арктических и северных улусов, проработавших 5 лет в отдаленных частях области. Что еще важно? Что проект стартовал в 2012 году и должен был завершиться в этом году? Но правительство республики продолжит поддержку действительно очень важных профильных специалистов, учителей и врачей. Мне вспоминается Жванецкий с его бессмертной совершенно репликой «Но учителям и врачам надо платить зарплату». Я бы сюда еще добавил... Помимо зарплаты, кстати говоря, да. Я сюда добавил бы еще важность того, чтобы работало законодательство относительно закрепления этих специалистов в районах, которые... Молодых, да, да. Потому что, в общем-то, от этого зависит, будут ли работать те объекты здравоохранения, о которых мы говорили в материале про схему 2020. Конечно. 11 августа, забота Арчи. Визит главы Якутии Егора Борисова в Верхний Вилюйск начался с посещения строящихся объектов в 20-й спартакиаде по национальным видам спорта «Игр Мончары». Осмотрев стадион на 3000 мест, Егор Афанасьевич отметил, да, игры осталось менее года. В этом году должны закончиться работы по благоустройству населенного пункта и наружному строительству. Надо придерживаться установленного графика и установить общественный контроль за каждым объектом. А газета «Элтумен», я знаю, публикует свой взгляд на визит главы республики в Верхний Вилюйск. Да, она акцентирует внимание на открытии нового здания центральной районной больницы. И при этом, отметив развитие в Якутии высокотехнологичной медицины, кстати говоря, к услугам которой в прошедшем году обратились 16 тысяч якутян. И из них 8 тысяч, не выезжая за пределы республики, получили эту услугу. Егор Афанасьевич также подчеркнул, что без повышения уровня организации оказания услуг внимательного, вежливого и человечного отношения к больным нельзя говорить о развитой медицине. Ну, без этого действительно нельзя говорить. Человеческий фактор. Кстати говоря, это больше дефицит, чем томограф. Это точно. И это важнее, кстати говоря. Иногда бывает. Газета «Жизнь Якутска» от 11 августа. На 19-й странице материал. Андрей Борисов попал под бульдозерный наезд. Ну, понятное дело, бульдозерный наезд в кавычках. Большой анализ ситуации с провокационными действиями партии «Справедливая Россия» в адрес единственного кандидата самого движенца. Приводит газета «Жизнь Якутия». Цитата. Федот Семенович, вероятно, думал, что если «Единая Россия» не выдвинула своего кандидата одномодатника, то он пройдет Госдуму как по красной дорожке. А тут такое. Не просто кандидат самого движенца, а реальный соперник. Что делать? Самое лучшее – это избавиться от него еще на этапе регистрации, пишет издание. Ну и согласитесь, продолжая дальше автор, уж очень вовремя оказывались молодые люди с гражданской позицией и записывающими устройствами. Это речь о случае в университете в руках в нужном месте. Просто шли в библиотеку университета два бывших студента, один из которых занимает пост партии «Справедливая Россия», иронизирует автор. Ну а вообще о предвыбранных страстях пишут сразу несколько изданий на этой неделе. И я бы отметил материал в газете «Якутия», такая разная тактика на 31-й странице. От вчерашнего числа. Да, вчерашнюю также. И газета продолжает ознакомить своих читателей со всеми кандидатами, в том числе, например, Гаврил Парахин от ЛДПР, Петр Амосов от КПРФ. Ну и так далее. Да, и другие. Ну и, конечно же, большое внимание, некоторое внимание, вернее, Олегу Тарасову, например. Ну, немало сказано о Федоте Тумусове, который, так же, как, например, и Олег Тарасов, активно пользуется Фейсбуком и рассказывает о своих поездках достаточно подробно. Ну и, в частности, например, газета пишет, что пока он совершает вояжи по республике, возглавляемое им региональное отделение «Справедливой России» не дремлет, штампуя жалобы на СМИ и на своего основного соперника Андрея Борисова, чтобы не допустить его регистрации. Ну, это как раз вот о том, о чем вы сказали. О том же, о чем писала жизнь якутия. Александр, мало времени остается. Давайте про последнюю, про финальную тему. Ну, этот август в Якутии можно назвать киношным, и дело не только в том, что 27 августа день кино, но еще и открывается кинофестиваль. Вы пойдете? Ну, я, к сожалению... Вы следите за кино? Вообще, за якутским кино особенно, потому что оно получило достаточно большое развитие в последние годы, и, конечно, это благодаря и нашим не только актерам, но и режиссерам. Такие режиссеры, например, как Константин Данилов, Мария Скрыбыкина, являются моими коллегами, с которыми я прежде работал, поэтому это очень приятно. Александр, наше время истекло. К сожалению, было очень приятно с вами провести программу. Читайте газеты. С вами была Арена Событий. Всего вам доброго. Всего доброго.